ПАУЗА ИГРОВАЯ 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 ПОСТРОИЛ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР ФУКЦИОНИРУЕТ, ТОЕСЬ ДЕЛЕГИРОВАЛ ПОЛНОМОЧИИ И ПОЛУЧИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ В МОСКВУ ОБУЧИТЬСЯ В БИЗНЕС-ШКОЛЕ РМА НА СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА ИНО УГЛУБИТЬСЯ В СИТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ СъЕЗДИТЬ В ПОРТУГАЛИЮ ПОСЕТИТЬ КЛУБЫ ПОРТО, БЕНФИКО, СПОРТИНГ СъЕЗДИТЬ В БРАЗИЛИЮ, В АРГЕНТИНУ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ЭТА ИНДУСТРИЯ РАБОТАЕТ ИЗНУТРИ В ПЛАНЕ МАРКЕТИНГО, КОММЕРЦИИ РАБОТА ПРЕСС-АТАШЕ РАБОТА ВСЕХ СЛУЖБ КЛУБА То есть, за этот год Большой прорыв в плане знаний И хотелось бы эти знания Перенести на российскую почву Адаптировать Это лучший вариант Предложения Которым могло только быть У Вашего отдела очень много работы Учитывая, что на продолжительное время Коммерческий отдел у нас находился без руководителя В чем основные направления Вашей работы И какие-то конкретные И вот первые шаги Вы уже можете отметить Пласт работы очень большой У клуба очень много рекламных возможностей Это и появление журналов Это и социальные сети Это и сайт очень популярный среди томских И я бы сказал даже федеральных Как болельщиков В Томске специфика, что болельщики у нас Как бы студенческий город Очень многие разъезжаются по стране Но продолжают болеть Приоритет всегда клуб существует для болельщиков Это надо четко понимать То есть выстраивать с ними отношения То есть мы планируем Дополнять как бы привилегии болельщиков Запустили онлайн сервис продаж На сегодняшний день уже активно продано Большое количество билетов на ЦСКА То есть мы сейчас планируем Через интернет Онлайн продаж Создали так сказать глубину продаж Ну и многие вещи мы еще будем запускать Это что касается болельщиков Для нас очень важно Сделать сервис на стадионе То что имеем значит надо облагородить Чтобы более комфортные условия были Для болельщиков Мы уже там планируем И доставку еды осуществлять во время матча То есть Разгрузить эти очереди Ну все что можем в рамках проекта Сейчас нашего стадиона Мы пытаемся реализовать Я так понимаю что Любая служба клуба Ну в том числе и коммерческая Она сориентирована как раз Как вот вы говорите На работу с болельщиками Соответственно должна быть Какая-то наверное обратная связь Что-то вы в этом направлении планируете Однозначно Весь мир движется в этом направлении Я хочу как бы анонсировать то Что обязательно будет На сайте клуба связь с коммерческим директором Задаем любые вопросы конструктивного проекта Получаем откровенные ответы Получаем откровенные ответы То есть скажем в режиме Раз в неделю Я буду отвечать самостоятельно На все вопросы То есть у меня будет Facebook там указан То есть мы можем общаться Я хочу что бы сообщество То есть за каждым ее физическим лицом стоит За каждымigning юридическим лицом Стоит физическое лицо То есть чтобы сообции сообщества Не стеснялись Активно контактировало с нами Высказывало пожелания То есть Только проблемы двигают нас вперед и мы можем развиваться. А проблем достаточно много? Я бы сказал, не проблемы, а вопросы, которые надо решать и подтягивать уровень. То есть это у нас и работа с сайтом. То есть мы запустим новый сайт, современный, отвечающий всем требованиям. Соответственно, запустим приложение. Ну и многие вещи. Алексей, вопрос, быть может, общего характера. Говорят, что российский футбол, в принципе, по своей сути убыточен. И сделать эффективным, скажем, коммерческую деятельность любого футбольного клуба в этой стране невозможно. Вы с этим согласны? Ну, я согласен, что у нас отставание приличное в этом плане. Учитывая, что у вас есть чем сравнивать. Есть чем сравнивать, да. Но я хочу сказать, что здесь фундаментально надо подходить к этому вопросу. То есть вот программу лояльности, которую мы планируем запускать, то есть мы почему говорим, что каждый болельщик – это наш клиент. Который всегда прав. Всегда прав, да. То есть надо наращивать вот эти вещи, то есть он потребитель. То есть я могу вкратце рассказать о программе лояльности. Это система карты, которая будет также. Проход на стадион сейчас установлены, система скуд. Она же в перспективе является и дисконтной картой среди наших партнеров. То есть, условно говоря, человек рассчитывается в гипермаркете. Получает скидку, да? Мало того, что он получает скидку, еще часть скидки идет в клуб. То есть об этом все знают. То есть он таким образом, болельщики участвуют активно, то есть являются коммерческой составляющей клуба. То есть тут все честное. То есть та аудитория, которую мы приводим клиентам, а мы работаем над базой болельщиков, мы ее увеличиваем. То есть у нас есть все контакты. Мы многое, что можем предоставить как бы своим партнерам. Также с этой картой можно рассчитываться везде, на стадионе и так далее. И она же является и кредитной картой, что интересно банковскому партнеру. Многофункционально. Многофункционально. Эти системы существуют в мире. Я даже скажу, они сейчас существуют уже в России. Начинают запускаться на уровне КХЛ. То есть те, кто со мной учатся, они ее реализуют. То есть технически все проблемы решены. Вопрос только ее внедрить здесь. Алексей, огромное спасибо за ваш рассказ. Я надеюсь, что вы не последний раз пришли к нам в студию. Наверняка возникнут вопросы, которые нам захочется с вами обсудить. Ну, а я говорю огромное спасибо нашему сегодняшнему гостю. Коммерческому директору футбольного клуба ТОМ. Алексею Борошу.